Если вы решили действовать, закройте за собой двери сомнений, а если вы решили стать лучшим в своем деле, откройте двери для всего нового. Точно так же и у бойцов, для побед нужно убрать сомнения и открыться для новых техник и знаний. Приветствую вас африканские моржи, с вами Федорович, а в этом видео мы продолжим смотреть на эпичные и трагичные поединки исторической легенды муай-тай, многократного чемпиона мира среди профи, многократного чемпиона различных стадионов Таиланда, первого европейца, признанного лучшим тайбоксером года в Таиланде, Рамона Деккерса по прозвищу Бриллиант или Турбина Изада. Проигрывать не фатально, а иногда даже полезно, ведь один шаг назад дает больше разгона вперед. Так случилось и с Рамоном. После явно украденной победы в прошлом бою, на котором я закончил первую часть, Деккерс не расклеился, а наоборот, решил сразу же реабилитироваться и вышел на бой с топовым самбатом. Поединок же проходил под полным контролем Бриллианта. Его мощные комбинации не оставляли тайцу никаких шансов, как и решение судей. Если мужик утверждает, что он в доме хозяин, значит и в других утверждениях он лжет. А если боец говорит, что он непобедимый, значит скоро его назовут лжецом. В начале 90-х у Рамона была настоящая голливудская драма в стиле бразильского сериала с одним из лучших бойцов муай-тай в мире, многократным чемпионом Люмпини, живой легендой Кабаном Лукчайме Сатонгом. В первом поединке, в первом же раунде, Тайц брутально и жестко нокаутировал Деккерса, который никогда до этого не был в нокауте. Не нужно искать злой умысел там, где все можно объяснить глупостью, а бойцу не стоит искать оправданий, нужно делать выводы и лучше тренироваться. Что и сделал Бриллиант, подойдя к второму бою в отличной форме, чего нельзя было сказать про Кабана. Полное избиение в первом раунде и жесточайший нокаут в начале второго сравняли счет мужиков по победам. Хромой с фонарем цели достигнет быстрее, чем всадник в полной темноте. Как и боец, если он не имеет таланта, но усердно тренируется, дойдет до вершины быстрее, чем талантливый лентяй и треш-токер. В следующем бою, после своей славной великой победы, Рамон встретился с еще одним топовым чемпионом Сентеноем с прозвищем «Поцелуй смерти», которое мужик получил не просто так. Но в этом бою устрашающая по грему хатайцу не сильно помогла. Голландец владел полным преимуществом, при этом отлично используя локти, которыми наделал пару сечек и получил пару засечек от судей в блокнотик с очками. Многоударные комбинации Деккерса заставляли зрителей пищать от восторга, а противника скулить от боли. Но самое интересное, как обычно, произошло после окончания боя, а именно победа с судейским решением Сент-Иена, хотя Рамон, видать, уже привык к этому беспределу. Женскую интуицию можно назвать одним словом, на каркалах. А вот победу бойца одним словом не опишешь. Наверное, Джолу Сезару как раз таки интуиции не хватило, чтобы не встречаться в ринге с Рамоном. Несмотря на то, что француз был местной звездой и реально хорошим бойцом, который зарекомендовал себя на местных стадионах, поединок с Деккерсом стал для него настоящим испытанием. Фантастическая работа Турбины и Зада выбила из француза все круассаны из детства, вместе с Рисом из настоящего. Пару нокдаунов и остановка боя рефери, что бывает в Тае очень редко. Сделай все, чтобы получить то, что любишь, или придется полюбить то, что имеешь. А Сезар, видать, с таким раскладом был не согласен, поэтому уже через пару недель состоялся реванш. На что рассчитывал француз не совсем понятно, ведь бой проходил под полным контролем Рамона, который уничтожал Джола, как хотел, пока в третьем раунде не нанес фатальный удар, одержав досрочную победу. Разница между мужчиной и мальчиком заключается в стоимости их игрушек. А вот в ринге никакой разницы между мужчиной и мальчиком нет, ведь каждый, кто туда поднялся, боец. Сакмангой, молодой талантище, который, несмотря на свои 18 лет, уже сделал себе имя в Тае, хотя вас это удивлять не должно, учитывая, что пацаны дерутся по профикам с 8 лет. Для опытного Деккерса, которому уже было 22 и десятки боев с чемпионами за плечами, это могло показаться легкой прогулкой. Но не показалось, ведь настоящий профи никогда не недооценивает соперника. Бриллиант держал полную инициативу, а его коронные комбинации с хуками по стальной башке Сакмонга заставляли того отсиживаться в защите и проявлять всю силу воли, которая у него была. Но Таец славился своими локтями, которые в этом бою, хоть и не часто, но очень умело применял, наделавши Рамону пару сечек. Но все-таки голландец был гораздо лучше. Но это для нас. А вот судьи решили иначе. Хотя мне кажется, Деккерс с этим беспределом уже смирился. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. А у Рамона этот смысл был драться со всеми лучшими и победить, хоть и частенько этому мешали внешние факторы. Реванш с невероятным Суперлэком ждали многие фанаты, а стадион ревел от восторга, когда два тигра схлестнулись бивнями в центре ринга. Это был очень кровавый, жесткий и динамичный бой. На молниеносные и многоударные комбинации голландца Таец отвечал очень мощными короткими сериями. Да так, что Рамон пару раз едва держался на ногах. Кроме этого, оба дракона отлично работали локтями, разукрасив кровавыми узорами друг другу бошки. Отличный бой! Настоящее шоу муай-тай от двух топовых и фантастически сильных бойцов. Закончилось, как обычно в спорных боях, победой тайца. Даже не знаю, где Рамон брал терпение терпеть такой судейский тайский беспредел и вновь подниматься в ринг. Жизнь предельно проста. Добивайся того, что любишь и защищай тех, кого любишь. А бойцу нужно добиваться победы, защищать пояса и мстить за проигрыши. Уже через год Рамон снова встретился в реванше с Суперлеком. Их первый бой очень хорошо помнили все зрители и ждали от второго шоу не меньше. Но в этом бою Бриллиант удивил всех, в том числе и судей. Он не работал в своей обычной манере, выбрасывая многоударные комбинации, а выбрал тактику стратега. Практически весь бой проходил на дальней и средней дистанции, где Рамон пробивал сильные и точные удары, демонстрируя всему сообществу муай-тай, что он может работать так, как того требует обстоятельства. Суперлек, в свою очередь, не смог переиграть голландца в такой шахматной игре, с чем согласились даже судьи, отдав победу голландцу. Великий и уже легендарный Рамон Деккерс ушел из жизни 27 февраля 2013 года в возрасте 43 лет из-за сердечного приступа во время поездки на велосипеде. Конечно, причиной могли стать невероятно тяжелые ежедневные шестичасовые тренировки, а может и просто судьба, которая останавливает сердца даже пельменей на диване. Но Бриллиант действительно прожил свою короткую жизнь, как тигр, оставшись в памяти и сердцах миллионов людей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько часов в день тренируетесь вы, ну или лежите на диване, тренируясь в Mortal Kombat. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok